добрый день или добрый вечер достаточно долго думал снимать или не снимать отчет о прошедшему году новогодний двадцать первом году последний раз это делал по итогам 21 года у нас получилось что все закончилось хорошо мария ливанович стала чемпионка мира по тэквондо среду сип с порушением слуху или по-другому говорят дэв тэквондо следовательно в 2023 году за это достижение она получила и было присвоено звание мастер спорта украины международного класса мне было присвоено звание заслуженный тренер украины под фондом с порушением услугу владу абдалкину за пятое место на чемпионате мира 21 года в двадцать втором году было присвоено звание мастер спорта украины под фондом по рушению слуху и у нас были большие планы но 24 февраля 2022 года россия напала на украину в украине началась война мы все от этого естественно пострадали среди многих из нас есть знакомые друзья погибшие царство небесное всем из-за того что соседняя государство на нас напала чем эта война изменила многие наши планы мы продолжили готовиться к олимпийскими играм среди глухих которые проходили в бразилии готовили за границей время было сложное кто не знает но у марии ливанович жили в мариуполе естественно что слава богу что они стали живые они остались без квартиры без ничего сейчас они находят же в других местах мария стала бронзовой призеркой олимпийских игр среди глухих это было нелегкое испытание но мы его пришли на сало бронзовой призеркой за этот результат мой помощник воспитанник андрей старков андрею старкову было присвоено звание заслуженный тренер украины под хэквондо по рушению слуха кроме того у нас еще были другие спортивные результаты конечно наша группа фактически распалась точнее наши группы у нас где-то было порядка ближе к сотни воспитанников на какой-то момент практически никого не осталось многие из них уехали за границу и скорее всего уже не вернуться многие просто в тыквондо не вернуться достаточно долгое время официальные тренировки были запрещены мы тренировались полу подпольно где получится несмотря на это в прошлом году среди таких ведущих результатов это то что думина мария стала чемпионка европы на клубном чемпионате европы среди юниоров мария леонова две бронзы на европах это клубная европа по кадетам и чемпионат европы среди кадетов официальный основной никита без пятых бронза на клубном чемпионате европы это 22 год плюс ряд международных медалей в двадцать третьем году достаточно успешно продолжили свои выступления на украинской арене но не сильно успешно на международной арене и леонова мария и думина мария обе выполнили норматив мастера спорта украины им уже присвоено это звание мастер спорта украины под хэкландо втф также в двадцать втором году наши воспитанники которые воспитывались в этом нашем зале начиная с детских времен это кирилл гурнов и и данил хаммерман которые позже переехали в киев тем не менее их результаты частично считались и нам кирилл стал вторым на чемпионате европы среди молодежи а данил стал чемпионом европы среди юниоров по олимпийскими категориям за эти их достижения вне как первому тренеру присвоено звание заслуженный тренер украины под хэкландо втф таким образом спортивных успехов у нас вроде бы хватает но скажем так настроение такое какое на есть поэтому спорте мы продолжаем сражаться прославлять нашу страну достигать успеха прославлять наш зал наш город наш вид спорта конечно среди еще таких маленьких достижений но тем не менее которые произошли я начал писать диссертацию по технико-тактической подготовленности текландо втф среди спортивного высокой квалификации под руководством под научным кремництвом митова елена александровна профессор доктор физического воспитания ее специализация баскетбол но вместе получаются очень интересная работа скоро будут опубликованы первые статьи уже в январе феврале этого года двадцать четвертого который наступил среди сложных событий то что у марии леоновой умер отец царство небесное александр николаевич долгие годы был нашим ну остался другом и соратником мы продолжаем развивку ну как этого уже не вернешь царство тебе небесное там николаевич ты был хороший друг настоящий отец до своей дочки и пример также есть несколько наших товарищей которые считаются пропавшими без вести в результате войны есть погибшие среди знакомых дай бог чтобы война быстрее закончилась и мы победили слава украине